Запись. Начинаем наше движение вперед. Итак, перед нами еще одна неделя, мы ее благословляем. Прямо сейчас видим этот образ, как это я благословляю, что для меня означает благословение. Люди едут к батюшкам, чтобы их благословили. Они верят, что если их благословят, то их жизнь кардинально изменится. Поэтому смотрим образ. Я благословен и благословлен. Я благословен и я благословлен. Смотрим образ. Подключаемся к этому образу. Сейчас быстро его смотрим. Точно так же, как образ роза. Говорим, розу видишь ниже, собаку видишь ниже. Поэтому точно так же образ. Я благословен. Я благословлен. На мне лежит особенное благословение. Помните фильм «Матрица»? Он избранный. Итак, я избранный. Я избранный, на мне печать Бога. Прямо смотрим это, потому что я так выбрала. Можно не было решить, что батюшки особенные, на них лежит особенное благословение и не по-особенному как-то благословляют. Алектина, включаемся. Мы сейчас рассмотрим образ благословения. Я думаю, что многие из нас когда-то гонялись за батюшками, чтобы батюшка благословел. Мы как-то ездили куда-то специально, чтобы это благословение получить. Можно мне было решить, что есть специальные избранные люди, на которых лежит благословение. Можно мне было решить, что я не благословлен и мне нужно чье-то благословение. И можно мне решить, что только если меня благословит батюшка, я буду благословлен. Можно мне было решить, что есть специальные избранные поставленники на земле, люди, через которых меня благословят. Можно мне было так решить. Да, мне можно, чтобы меня благословляли другие люди. Мне так можно. Можно мне решить, что их благословение действует на меня. Вот я все время говорю, вот чашка. Если мне дают чашку чая, я могу его взять, а могу не взять. Многие из нас верили, что если нас прокляли или позавидовали, с нами что-то произойдет, условно говоря, нам давали чашку с завистью, и мы ее соглашались и брали. Мы верили, что нам можно позавидовать, нас могут проклянуть. И мы верили, что точно так же, когда мы приходим к батюшке, и батюшка нам дает чашку, мы принимали это благословение. Но однажды благословение, данное нам, мы можем его приумножить, сделать его семя, которое умножается многократно. То есть по-другому взять это как урожай. Но благословляю ли я себя? Вот в чем вопрос. Или я еду только, чтобы батюшка меня благословил? А благословляю ли я себя? Благословляю ли я свой путь? Благословляю ли я делорог своих? Я так смотрю сначала в образ благословения. Благословение. То есть есть некая мера, вот как чашка, она является мерой. И вот эта мера мне дается, я выпиваю это благословение. 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 Слово благостное. Моя жизнь была высвобождена благостное слово. И я его взяла. То есть слово наполнено благостью, даже как чашка. И я ее выпила. Поэтому на мне лежит благословение. Благословение. Такой образ, как, знаете, как что-то, как благодать по-другому. Благодать, как энергетическая какая-то дополнительная энергия, но в хорошем ее смысле. То есть проклятие, для меня проклятие это тоже слово. Оно как бы приносит порчу. Оно как бы приносит что-то плохое. А благословение это как что-то добавляется тебе уже существующему. И как бы то, что добавляется, улучшает твою жизнь. Итак, я благословляю. Благословение. Я благословляю. Теперь видим, что я полный. Благословение вообще еще переводится. Вообще, что такое слава Божья? То есть в греческом языке это переводится полнота, наполняющая все. То есть когда ты полный, когда ты переполнил. Вот это упражнение, что мы вчера с тобой делали. Мы поднимали социальную энергию. И вот этой социальной энергией мы позволяли переполняться. Мы позволяли, чтобы она была переполнена. Теперь это у нас будет как триггер. То есть мы будем поднимать эту сексуальную энергию. Как триггер жизни, как любовник, который удовлетворяет Бог как любовника, отдающий нам. Но вместе с тем любовники, они не просто берущие. Они берут, проносят через себя, отдают, берут, отдают, берут, отдают. То есть это круговорок энергии. Поэтому тут нельзя сказать, что только мы от Бога берем, и Бог только нас насчищает. Мы что-то тоже даем. Мы берем, даем, а мы даем радость. То есть, например, когда у нас появляются деньги, и мы едем, не знаю, в какое-то классное путешествие, в этот момент мы излучаем огромное количество энергии, радости, и мы благословляем, мы благодарим. Мы тоже в этот момент отдающим. То есть берущие, отдающие, берущие, отдающие. Наши потребности удовлетворяются, мы удовлетворяемся, мы излучаем и так далее. Итак, я благословен, я благословлен. Смотрим в этот образ. Можно не было решить, что я не имею права быть благословленным по каким-либо причинам. Неважно, по каким причинам мы верим, что здесь я благословлен, а вот здесь я не благословлен. Можно мне было решить, что я имею право, но это было только мое представление о понятии благословения. Но это было только мое представление. Это были только лишь мои решения. Это только лишь я так думал. Можно мне было решить, что я не способен быть благословенным просто так. Можно мне было решить, чтобы быть благословленным, нужны какие-то специальные условия. Поехать в монастырь, поз взять, молитву читать целый день, десятину отдать, еще что-то. Можно мне было решить, что я способен или не способен принимать благословение просто так. Можно мне решить, что нужны какие-то специальные условия для благословения. И можно мне решить, что я имею право чувствовать себя благословенным. Можно мне решить, что я имею право чувствовать себя выделенным, избранным. А если идем дальше, можно мне решить, что я выбрал, выбрать, быть благословенным. Можно мне решить, что это мое представление о жизни, что я выбрал. Бог дает чашку, говорит, дыр, я выбрал. Я всегда говорю, я чувствую себя достойно не потому, что я достойна, а потому, что я выбрала достойность. Я выбрала это качество. И я выбрала быть благословенной и благословленной, потому что я так выбрала. Я выбрала быть избранной Богом, потому что я так выбрала, потому что я так решила. На мне лежит особенное благословение. Можно ли сказать таким образом? Итак, я благословенен и благословлен. И теперь я как священник благословляю эту неверу. Я благословляю последнюю неделю, опять это все очень условно, последнюю неделю этого месяца, года, месяца и года. И теперь мы смотрим на год, который остался за нашей спиной, и его тоже благословляю. Я благословляю этот год. Я благословляю этот год с каждым из его вызовов. Потому что каждый из вызовов менял мои представления обо мне. Каждый из вызовов, который был в этой жизни, он менял мои представления обо мне. Прямо смотрим сейчас, какие вызовы были в этой жизни. Прямо смотрим, какие вызовы. То есть вызовы, вызовы это как всего вызвали на ринг, вызвали на сцену жизни. вызвали, но по факту это не мне вызовы дают, это я сам себе вызовы даю. Если мы берем аксиому, если мы берем конкретно аксиому и говорим «я», значит, тогда я же себе эти вызовы и вызвал. Тогда же я же и решил их вызвать. Можно мне было решить, что я не имею права думать, что вызовы я вызываю от себя сам. Потому что если мы думаем, что нам жизнь посылает вызовы, когда я думаю, что мне жизнь посылает вызовы? Когда я думаю, что мне Бог посылает вызовы? То есть это что-то, с чем я не справлюсь. И особенно жертва этих вызовов. Если я жертва вызовов, значит Бог преследователь, который преследует меня, дает мне вызовы не по моим зубам, не по моим силам. Когда я и меняю свое представление, и понимаю, что эти вызовы, контрасты я создал себе сам, да, у меня может появиться чувство времени. Но мы его сразу же снимаем. Можно мне было решить, что контрасты это плохо. Можно мне было решить, что я имею право думать, что вызовы в жизни это плохо. Но это было только лишь мое представление о жизни. Это было только лишь мое представление о жизни. Вспоминаем, в школе учитель дает дополнительные задачи, когда видит, что ученик справляется с более легкими. Когда он видит, что ученик решает ходить задачки, она, раскрывая потенциал ученика, дает более сложные задачи. Она дает не для того, чтобы завалить, она дает, потому что знает, что ученик справится. Что ученик справится. Итак, только я думал, что я не благословлен, когда приходят вызовы. Только я думал, что Бог мне как-то наказывает. Что Бог меня как-то придавливает, что Он как-то меня испытывает, что Он меня как-то хочет делать сильным. Нет, это всего лишь я меняю свое представление о себе. В те моменты, когда я думаю, что я не справлюсь, что я не смогу, что у меня не получится, что я весь сильный перед каким-то людям. Теперь я обнаруживаю, что нет, у меня есть сила с этим справиться, да нет, наоборот, интересно, да нет, наоборот, я вызываю на сцену разные события и меняю свое представление о себе, о жизни, о возможностях, о том, что я могу и чего я не могу, но я только так думал, что я не могу. То есть я окрашиваю свою жизнь такими контрастами. Можно мне было решить, что я не способен справиться с выгодами. но только я так думал. И обрадываемся сейчас назад, пишите, какие у вас приходят откровения, какие у вас приходят понимания. Можно мне было решить призвать своего вызова самому же себе же знайте, чтобы жить легкой не казалось. У меня была когда-то установка очень давно, я даже знаю, кто мне ее подселил. Чем тяжелее, тем лучше. Чем тяжелее, тем больше тебя Бог любит. Кому много дано, с того много и спросите. Можно мне было решить, что тяжелее, значит потом будет легче. можно мне было решить, что правильно, что это система жизни. Но только я так решила. И тут пойдем в деление, тяжелее, легче. Зачем я сам делю мир на тяжелое и легкое? Можно мне было поделить свои дела, свои жизненные процессы на тяжелое и легкое? только я делю и говорю вот это вес столько до, а это вес столько до. Для чего я их делю? Чтобы был контраст. То есть по отношению к этому это легко, по отношению к этому это тяжело, по отношению к этому это, то есть чтобы был контраст и чтобы было что в мире, чтобы оценить. Итак, оглядываемся назад на 2021 год смотрим одним словом как бы вы его охарактеризовали какой бы вы ему дали название на эти мы досмотрим на свою жизнь игру пять лет мне было очень тяжелое питание заболел тяжело болел и вот как щас помню вот как щас помню вчера работала с мужчиной он 7 лет просидел в тюрьме за политические за политические убеждения и вот мы только затрону эту тему он давая рыдать и слезы я я сижу просто минут 20 и смотрю на экран он рыдает я понимаю что сейчас что-либо говорить либо там пока бесполезно это прошло уже 30 лет и вот он ведь я помню как вчера и это осуждение и мы сколько тебе надо проработать эмоциональную боль но только ты решил помнить об этом как о самом ужасном ужасе но я вчера помнишь и не готов на сегодняшний день проработать эту тему это глава в следующий раз когда будет готов мы ее об этом проработаем вот он говорит на были годы лишения это были годы адам и змея он когда-то там шел с другом куда устроили потасовку там очень пьяном начали президента он что-то гнать и очень прочь его последний не на этом история такая была неважно и некоторые годы в нашей жизни они связаны с какими-то негативными воспоминаниями хочу например вам говорили 14 год год когда крым на забрали ой 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 у нас есть некой связи годов с какими-то событиями. Такой-то год я развелся. Ай-яй-яй-яй, какой же плохой это был год. Такой-то год я потерял. Ай-яй-яй-яй, какой же это был плохой год. Итак, Алисина пишет, это был год прорыва. Прямо так его и фиксирован. 21 год. И теперь прямо окрашиваю этот год. Прорыва какого? Для тебя это что было за год? Мы вчера были тоже на концерте и девушка ведущая говорит ну уже заканчивается концерт она говорит, давайте включим все фонарики на своих телефонах и проводим этот тяжелейший год. Вот. Мы с дочкой так оборачиваемся и она и я одновременно. Я говорю, а у нас был это самый классный год. У нас это был самый удивительный год. У нас это был самый такой вот самый-самый и мы потом ехали в машине с ней и она мне рассказывает то, 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 то. Я говорю, ты представляешь, и у меня такой год был то, 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 то. И вот да, все лишь восприятие наше. Итак, год прорыва. Такого прорыва. Прямо вспоминаем этот год. Вспоминаем, знаешь, вот самое вот самое лучшее, что было в этом году. Потому что это только лишь наше представление о том, что что-то в этом году было плохое или что-то тяжелое, или что-то правильное, или что-то неправильное, или что-то... В нашем году было все так, как было. Когда мы говорим, это должно было случиться, а этого не должно было случиться. И мы верим, что если этого не должно было случиться, мы верим, что мы способны это изменить. Но когда мы поймем, что мы действовали, чтобы изменить свое представление о себе, что каждая ситуация, которая для нас своего рода как бы а-ля проклятия, каждая ситуация а-ля проклятия, это каждое проклятие, которое мы поворачиваем к благословению и понимаем, что в этой точке мы меняем свое представление о себе. Мы меняем свое представление о жизни, о людях, о том, что это я все создал, это все я. И я как бы всемущий дух, для меня это игрушки, для меня это как игры. Компьютерный игр, герой умер. Он как раз второго героя берет. Еще один умер. Ну, третьего берет. У него там в запасе десятки тысяч. Можно мне было решить, что в этом году были какие-то проклятия. Когда я думаю, что в этом году у меня были какие-то проклятия, ну что, что-то плохое, то какие эмоции я испытываю. Я думаю, сожалею, надо было бы так поступить. А если бы я вот так сделала, то вот так бы я сделала. И в итоге мы что делаем? Мы не принимаем это качество, оно становится асоциальным. И в итоге, чем больше мы что-то выдавливаем, и говорим, этого не должно было быть, тем больше его становится в нашей жизни. Например, долги. Вот если бы я сделал то, я бы не сделал то, я бы не попал туда, и у меня бы не было этих долгов. Значит, мы не принимаем качество должника. Непринятое качество должника. Сразу же идем. Принятое качество должник. Можно мне было решить, что я не имею права быть должником. И можно мне решить, что я имею право быть свободным от долгов. Тогда мне надо разобраться, а зачем я периодически вхожу в состояние должника. Что мне дает это качество? Зачем я сам решаю быть должником? Потому что все, что мне нельзя, оно возвращается и давит меня. Мне можно быть должником. Я не замечал какой-то силы в должнике. Такая сила есть только в этом качестве. Такая сила есть только в этом качестве. Прямо обнаружено. У меня сила в должнике. Потому что как только я попадаю в долги, я начинаю быстрее сунтиться и свечку под задницей включаю. Я быстрее начинаю каким-то образом сунтиться. Мне даже дочка вчера, интересно, мы едем в машине, и она говорит, я этот год заканчиваю с долгом минус 300 долларов. Она говорит, ну это ж фигня. Я знаю, что за месяц я ее закрою. А если бы это было минус 3000 долларов? Она говорит, о, вот я бы сейчас начала сунтиться. Я бы уже сейчас не с тобой на концерте ездила, я бы уже сейчас. Мы вымыли, бегала, искала способы. Я говорю, ага, 300 долларов, это нифига. А 3000 это много. Она говорит, да. А я говорю, а 3 миллиона? Она говорит, ты что, даже представлять не хочу. У нас есть представление, что 300 долларов – это нифига, 3000 – это много, а 3 миллиона – это вообще дофига. Итак, должник, непринятое качество. Предпишите, пожалуйста, сразу же, давайте прокачаем это качество. Можно мне было решить, что это качество непринятое. Что угодно, только не должник. Это какая сила есть только в должнике? Какая сила есть только в должнике? Ну, для меня это сила, я же говорю, свечка поджигается, к заднице ты лежишь. Это такой ускоритель. Можно мне решить, что только с помощью должничества я способна в свечку и прорваться. Можно мне решить, что только так я смогу ускориться. Давайте найдем качество, которое сделает то же самое, но без вот такого вот трэша в своей жизни. Потому что, когда приходят долги, ты устраиваешь трэш в своей жизни. Но ведь можно и другим качеством. Почему мне так было важно? Свечку поджигать и ускорение, если бы я с помощью... Ведь я могу с помощью чего-то другого делать то же самое, ускорение. Я вчера сижу на концерте, и для меня просто доходит. У меня такой взрыв вчера в мозгах был. Я поняла, почему страдания люди устраивают. Я поняла, почему я в этом случае себе страдания устраиваю. Потому что в тот момент, когда я страдаю, я осознанно не творю. То есть страдая, я как бы накрываюсь таким покровом страдающим страданием, опуская себя в какую-то тьму. И в этот момент я не в свете, в этот момент я осознанно не творю. Поэтому есть только две позиции. Или я страдаю, или я осознанно не творю. Если я страдаю, я в этот момент осознанно не творю. Если я осознанно не творю, я в этот момент не страдаю. И до меня дошло. Блин, так я же выбираю осознанное творение. То есть все страдания, которые были в моей жизни, все страдания. Я понимаю, что в этот момент вот этот покров чувства вины, что ты это сотворил, глобальный. И в этот момент ты как бы закапываешься в это страдание еще больше. Я прямо сижу и сама себе говорю. Теперь я понимаю разницу между страданием и осознанным творением. Теперь я понимаю, в чем разница страдания и осознанного творения. У меня вчера прямо, знаете, как лампочки такие, как новогодняя елка вот тут зажгла. Вау, круто. Я понимаю, что я выбираю осознанное творение. Поставьте плюсики, если у вас тоже это как елочка все зажигается. Новогодний день. Новогодняя елочка. Итак, но если я выбираю качество должник для того, чтобы эту силу проявлять, можно мне было решить, что я имею право с помощью долгов прорываться. И можно мне было решить, что я не имею права с помощью долгов прорываться. То есть долги – это некий мой инструмент, который помогает мне что-то осуществлять. Итак, я принимаю это качество должник. Мне можно. Я понимаю, что это инструмент, и я им когда-то пользовалась, и этот инструмент делал свою медвежью сумму. Но теперь я могу взять другое качество и с помощью его тоже прорываться. Например, радость. Например, изобилие. Почему бы мне не взять инструмент? У меня уже есть изобилие. Я просто беру и пункт, если мы делаем индивидуально работать. У меня уже что-то есть, я беру и расширяюсь. И с этим расширением принимаю. То есть у меня уже на счету, например, 100 тысяч. Я просто расширяюсь до 150. Уже на существующий фундамент. Уже на то, что существует. Я просто беру его и расширяю. Я не устраиваю символы своей жизни. Вверх-вниз, вверх-вниз. Я установила какую-то площадку. И на следующий уровень расширилась. На следующий уровень расширилась. На следующий уровень расширилась. Можно мне решить расширяться. Можно мне решить расширяться. Решите что-нибудь, чтобы у меня была обратная связь. Я выбираю расширяться. Я расширился. Для меня благословение, дополнительная доза благословения, давайте так я могу. У кого-то благословение, знаете, дозу получить. Дополнительная доза благословения – это способность расширить. Это способность расширить свои представления о себе. Итак, когда мы смотрим на уходящий год, когда мы смотрим на этот год 2021, вот теперь я на него смотрю с полной радостью. Теперь я смотрю в баллах, как много он изменил моих представлений обо мне, как много он изменил моих представлений о жизни, как много он изменил моих представлений о людях, о жизни, о способностях и неспособностях. крутой был год вот когда я смотрю с этой позиции как много он изменил моих представлений обо мне и о том что я могу свою жизнь как много он не вернул меня как много я вдруг осознала вообще на что я способна то для меня это был год офигенительный вот эта елочка новогодняя которая зажигается и множество может по дымков это я за этот год и у вас образы идут образ 21 года и когда мы понимаем пишите и когда мы понимаем что этот год был офигенный мы не говорим кто его знает какое-то 22 год кто его знает что там будут испытания послали кто его знает что там будет в этом двадцать втором году да был офигенный сто процентов он был офигенительный потому что он был как я живу меня сейчас образ 21 года йорка которая зажигается множеством огней она вся сверкает она вся ярчайшая в каждом шаре в этом ярком события которые просто меняли моё представление обо мне просто меняли моё представление о боги столько много религиозных было сорвано в 100 только много было сорвано разных представлений о законах жизни много было на сорвано от этих вот адекватив на меня этот год был годом освобождения у меня этот год годом такого охренительного освобождением от стыда от вины от вины что я что-то не могу состояние бессилия очень много проработку не было именно что я когда-то решила что я бессильно вот это изменить я когда-то решила бессильно с этим справиться год офигенный но когда мы смотрим что 21 год это офигенно зажигательный офигенный год теперь мы смотрим на 22 год мы не можем сказать а кто его знает какой будет 22 а кто его знаешь что там бог нам приготовил а кто до офигенный 22 год будет потому что если 21 офигенный и мы шли в нем во многих моментах были под еще попробуем страдания то вы представьте как он на 22 год с вами сотворил когда мы понимаем что мы в таком благословении я в такой жопе сижу а теперь мы говорим блин да я в таком потоке благословения 20 работник нас на на целую гамму офигительный я уже буду двигаться не из дна у меня уже есть что-то есть какая-то площадка и я беру просто тебя раз и что и масштабируем и мы идем сознательный запрос я масштабируем вот этот офигенный год я беру и масштабируем я масштабируем и елоку много 7 8 10 я масштабируюсь представьте если 21 год мы мы с вами закон притяжения вот закон начали там когда мы в августе с вами начали работать это мы сначала пока на раскачку шли очень многие вещи раскачивались оказывает помнились пока где-то обтирались пока где-то там понимали друг друга да и вот мы уже с вами свободно социальной энергией мы уже вчера сексом занимались в эфире это только начало дальше что мы делаем мы сейчас раскрепощаемся вот я тоже наверно завтра мы с вами поработаем потому что вчера я прямо реально услышала это слово можно мне было решить что я имею право быть закрепощенным и можно решить что не имею право быть закрепощенным крепость закрепощенного вчера я когда работала с этим мужчиной который 7 лет посидел за политические убеждения в тюрьме в чем без вины виноваты вот я прям увидела что 30 лет прошел а он до сих пор приятности он до сих пор в тюрьме сидит тех воспоминаний в том обвинении что его напрасно обвинили он до сих пор сидит вот в этой тюрьме закрепощенных я прямо смотрю на него и и сама себе задаю вопрос а в какой тюрьме ты сидишь он же тебя синхронизирует между твой синхрон поэтому ты видишь что он рыдает от состояния тех воспоминаний и оттенными усмотреном рыдает а я сама думаю так зачем мне сейчас синхронить зачем мне сейчас символен какой перепости я сейчас сижу где я сейчас запрепощена где я сейчас склонен какой тюрьме я сейчас сижу и вот это же закончил закончила сессия мы едем с дочкой на концерт и у меня по поводу теперь я знаю различие между страданием и осознанным времени я понимаю разница алло наконец-то я поняла разницу что такое страдание и зачем мне были страдания Bakeman когда ты страдаешь ты не творишь поэтому ты несешь ответственность за свое страдание специально ты не несешь ты несешь тех, что ты нет в этот момент не творишь на того чтобы ты тебя обогнал в это страдание ты же его с июлью так ты еще в этот момент продолжаешь творить где-то страдания, увеличивая его могущество и силу, ты еще больше закапываешь. Ну как вам? Класс, да? Вот я прямо ощущаю такой поток энергии сейчас. Такое состояние благословений. Я благословен и я благословлен. И я как священник благословляю следующий год. Я прямо покрываю его огромным потоком благословений, людей, событий, пишите обратную связь. Дайте мне обратную связь. Я требую обратную. Какая есть сила не в обратной связи. Давайте пойдем не принятой качественной. Я от вас жду обратной связи. Вы не даете мне обратной связи. Какая есть сила в не обратной связи. И эту силу я не замечала. сила, что я могу вести этот поток, как я захочу. Вон она, сила, мы нашли. А теперь мы берем, можно мне было решить, пользоваться этой силой. А, в школу собираемся. Ну, счастливого сбора. Тоже, смотрите, в школу собираемся. Это же тоже симптом. Алектина, это тоже симптом. Хорошо, все. Собираемся в школу жизни. Идем учить предметы. Ну, это только было мое представление о жизни. Потому что школа у меня ассоциируется с чем-то плохим. Сегодня проработаю это. Только сказала школа, у меня прямо нервное напряжение. Школа ассоциируется с чем-то очень, очень-очень плохим. Надо изменить это представление о школе, о уроках и обо всем остальном. А, я поняла, в чем у меня напряжение подняло. Потому что я вспомнила, как я своих детей собирала в школу. Это было тоже трое детей. Один не хочет, второй спит. Третий, вот, работа надо завернуть, четвертому проверить, там, что все положили. Такое вот состояние. Все успеть, все успеть, все успеть. Проработаем в школу. До встречи. Всех благ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова